Приветствую вас. Я думаю, что ответить вам на вопрос, на ваш, нужно так. Значит, во-первых, ваши отношения, когда вы пишете, что ссоримся очень регулярно, можно описать как психологическую игру скандал, в которой люди избегают, например, близости. Как правило, люди избегают близости. Вот. И соответственно, если вы избегаете близости, то есть вы боитесь сближения, значит, вы, ну, не до конца искренне друг с другом. В первую очередь. Точнее, во вторую очередь. А в первую очередь вы не до конца искренне сами с собой. Ну, то есть именно вот лично вы не до конца искренне сами с собой. Вот. Поэтому в первую очередь я рекомендую вам почитать в интернете про психологическую игру скандал. Вот она эта, психологическая игра. Достаточно хорошо описана в литературе. Риком Бёрном хотя бы, например, вот это читайте, чтобы понять какие-то общие детали, общие моменты. Вам это будет полезно, мне кажется. Вот. Это первое. Второе. Я увидел у вас, знаете, такой намёк на то, что вы хотели бы сами обратиться к специалисту. То есть вы понимаете, что вы сами не справляетесь. Вы понимаете, что вы сами не можете справиться, что вы сами не можете как-то вот решить свою проблему. Вот. И, в общем-то, это хороший знак, это хорошая тенденция, если вы действительно ориентируетесь на помощь извне. Но момент здесь на самом деле такой, что нет у вас запроса, судя по тому, что вы написали, нет у вас запроса на то, чтобы обратиться к семейному психологу. У вас вообще вопроса нет, как бы, то есть что вы хотите надеть. Следующий аспект, который я хотел бы до вас донести, это, наверное, то, что вы, судя по вашей фамилии, замужем за, ну вот, извините, я не знаю, кем именно. То есть либо за грузином, либо за армянином, то есть за Близневосточным мужчиной. Вот. Надо сказать, что мужчины с Близнего Востока обладают несколько таким горячим нравом, они вспыльчивые, что для них совершенно нормально. Вот. Абсолютно. И, как бы, драки, к сожалению, тоже за счет большого, ну, за счет высокого темперамента тоже не редкость. Вот. Если вы действительно замужем за Восточным мужчиной, вот, то в таком случае мне кажется, что имеет смысл убедиться в том, что вы принимаете человека, да, вот, вы принимаете человека таким, как он есть, вместе с его особенностями, вместе с его какими-то моментами, вместе с его характером и так далее, да. То есть, может быть, вы его просто, вот, не принимаете, вот, вам какой-то такой характер уже не подходит. Или, может быть, эмммм, чувства прошли и отказываются принимать человека, то, что раньше принимали, теперь уже нет. Вот. То есть, это, эмммм, такой аспект и, соответственно, здесь нужно, эмммм, поисследовать. Вот. Эмммм, дальше идем. Значит, так, эммм, два месяца у нас все хорошо, потом он начинает орать матом крыть. Если вы говорите, что у вас два месяца все хорошо, значит, соответственно, мужчина, эмммм, таким образом, эмммм, получает эмммм, что-то для себя. Вот. То есть, он эмммм, получает для себя какие-то эммммм, плюшки, какие-то плюшки, какие-то плюсы, эммммм, благодаря такому поведению, провоцируя вас на это. Вот. Ну, вообще, очень похоже на, такое, садистическое поведение по отношению к вам. То есть, человек просто не хватает эмоций, человек начинает, ага, испытывать, так называемый эмоциональный голод, вот, недостатка эмоций. Вот. И пытается вызвать эмммм... чтобы получить то, что ему нужно, нужно. Вот. Такая, такая вот история. Здесь, опять же, очень важно, скорее, то, как вы на это реагируете, особенно, если это постарается регулярно, да, то есть вы либо ждете каждый раз, что это не изменится, да, вот, то есть вы каждый раз ждете, что это изменится, что будет по-другому, значит, значит, и, соответственно, каждый раз ваши ожидания разбиваются о камень-камень реальности, да, вот, либо вам просто очень болезненно то, что происходит, но если это происходит регулярно, то совершенно очевидно, что дело не в вас. Вот. То есть тут такой аспект, можно поднять на то есть, вот, если это происходит регулярно, то это для чего-то нужно мужу вашу. Вот. Что касается драк, то тут, опять же, все упирается в темперамент, и культуру, и национальность вашего мужа, и то, что вы сами позволяете, позволяете этому происходить. То есть, ну, если вы считаете, например, что, мужчина не может поднимать на нежную руку, то почему вы допускаете то, что происходит? Это значит, доходит до драк, вы допускаете этот драк. Вот. Ребенка, он и я любим, хотим разобраться, исправить ситуацию в семье. Ну что, чтобы разобраться, нужно поговорить с вами обойме. Сами разговоров уходим отсутся, приходим в обиды, оскорбления, и даже если договоримся, он не соблюдает договоренности. То есть, вот это ответ, обвинение идет. Он не соблюдает договоренности. А вы, значит, вы такие договоренности, таких договоренностей достигаете, что он одноземно их не может соблюдать. Вот. Что вас судья ждет? Вы говорите, хотите, хотим разобраться и избрать ситуацию. А что вас мотивирует это делать? То есть, почему вы хотите разобраться? Вы любите друг друга? Вы говорите, ребенка, а друг друга вы любите? Вы пишите, что уходим в обиды, оскорбления. Значит, с чего-то все начало. Значит, что-то, что-то вот послужило начал. Вот. Когда начали ссор? С чего все начало? Правило, есть какой-то момент, который послужил оправной точкой. Вот. Давайте переследуем. Переследуем этот момент. Я думаю, что будет более понятно тогда. Ага. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучше. А я вам желаю всего самого доброго и удачи. Продолжение следует.